Очень важно, чтобы у женщины гормональный фон был всегда стабилизирован. Это работа всей эндокринной системы, в частности щитовидная железа, которая отмечает за психоэмоциональное состояние женщин, да, и за обменные процессы в организме, чтобы корректировался вес. Плюс это надпочечники, которые отвечают за очень много гормонов, но самый основной гормон – это адреналин. Если надпочечники активны у женщины в любом возрасте, независимо, да, то у нее всегда очень много энергии, хорошо работают надпочечники, вся мучеполовая система. И яичники. Яичники отвечают за такой гормон, как эстроген. Если женщина постоянно эстроген активен в любом возрасте, соответственно, что женщина, она всегда активна в отношениях с партнером, плюс она всегда излучает эту энергию, да, ну мы скажем так, сексуальную энергию, энергию флюидов, как мы говорили, да, притяжения партнеров. И самое главное, у женщины очень много энергии, потому что вся эндокринная система, весь гормональный фон у ней стабилизирован. И как раз интимная сфера наша за это отвечает, и поэтому очень важно женщине, независимо от возраста, независимо от статуса, укрепить всю интимную сферу, чтобы там было все здоровое, мышцы были сильные, эластичные, вот. Мы можем не потренировать руку, ногу, скажем так, да, но интимная сфера должна быть ухоженной. Для занятий нам нужны вот такие вот красивые отягощения, желательно в виде шариков, они так смотрятся красиво, эстетично. И вес их есть различный, начиная от 50 грамм и заканчивая, ну, 400-500 грамм. Этого достаточно для женщины, чтобы укрепить свои мышцы малого таза, да. Вот. И эти шарики мы прикрепляем разных весов вот к такому вагинальному шарику. Можно брать вот, что я сейчас показываю в виде деревянного шара, можно нефритовые шарики, да, нефритовое яйцо для занятий, или вагинальные шарики со смещенным центром тяжести. Почему мы предлагаем именно тренажер именно ввести туда? Почему эта важность? Потому что любая мышца, тело, да, она должна делать некое движение, подъем, сокращение, напряжение, движение на расслабление. Любая мышца, чтобы она подтянулась, дала форму, да, также чтобы внутренние мышцы были сильные, связки были сильные, которые держат наши внутренние органы, и в частности матку, чтобы не было никаких проблем с опущениями, там, недержаниями и так далее. И поэтому немножко есть такая специфика, что мы вводим туда тренажер, чтобы женщины понимали это. Одеваем на него, повторюсь, насадку для УЗИ, и аккуратненько, как указательным пальчиком, да, вводим туда, как тампон. А снаружи у вас будет тесемочка. Вы можете заниматься там в спортивной одежде, в шортиках, в трусиках, и сюда потом грузики подвешиваю и делаю в разных исходных положениях упражнения. Сразу говорю, грузики должны быть разных размеров. Для здоровой женщины и молодых женщин, конечно, 300-400 грамм, они спокойно держат и с ними тренируются. Более старший возраст девушки, они берут чуть побольше веса, опять же, это тоже зависит от физиологии. Вот, но рекомендую для начинающих начинать от 100 до 200 грамм. Это достаточно для того, чтобы мышцы укрепить, и не было никаких перегрузок для внутренних ваших мышц. В исходное положение осталось слегка наклон вперед, руки поставила на бедра, ноги на уровне плеч, таз отвела слегка назад. Если я хочу проработать заднюю стеночку, то я таз слегка отвожу назад. Если я хочу переднюю стенку проработать, я таз направляю слегка вперед, в зависимости от программы. И очень важно грамотно выполнять напряжение мышц, так называемая биомеханика работы мышц, чтобы укрепить связки, которые держат внутренние органы, раскачать ваши надпочечники и яичники. Таз я отвела назад, немножко мышцы расслабила, и грузиком слегка растянула и опустила шар в первый отдел влагалища. Теперь я начинаю подтягивать промежность, подтягиваю ану, скобчику, крестцу, еще раз промежность подтягиваю, вход во влагалище закрываю, слегка подтягиваю животик, чтобы одновременно потренировать мышцы пресса, нижний пресс. Расслабляю мышцы, выдох. И чтобы вы понимали, что есть движение, можно даже немножечко придерживать, вот веревочку я держу, чтобы понимать, что я делаю движение на подъем. Подтягиваю анус, промежность, вход закрываю. И делаю такие движения. Можно делать медленно, быстро, в зависимости от того, что мы хочем достичь от тренировки. Приседания мы делаем. Вот когда я делаю приседания, одновременно тренирую внутренние мышцы и внешние, особенно приводящие мышцы, и ягодицы. Так как интимная сфера связана у нас, есть внутренние мышцы ягодиц, которые мы можем протренировать именно через интимную сферу. Вот такие можем движения делать, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова